Существуют научные исследования, подтверждающие, что наличие власти может иметь влияние на сознание человека. Некоторые из этих исследований указывают на то, что люди, обладающие властью, могут проявлять более эгоцентрическое мышление, при этом не принимать во внимании чувства и потребности других людей. Они также склонны к более агрессивным и безжалостным действиям по отношению к другим. Исследование, проведенное американскими и европейскими психологами в 2003 показало, что люди, которые занимают высокое положение в социальной иерархии, более склонны к нарушению этического поведения и проявлению эгоистических действий. Большинство же считает нормальным наблюдать за страданиями человека, который хочет вырваться из золотой клетки, но не может. Почему же складывается такой эффект? Почему многим людям нравится смотреть реалити-шоу, но при этом при просмотре у них не возникает чувства протеста или оторжения? Сегодня реалити-шоу не менее популярны, чем 10 лет назад. Однако сейчас несколько изменился их формат. Мы наблюдаем за людьми не сколько с экранов телевизоров, сколько в социальных сетях. Не секрет, что хоть реалити-шоу стремится к аутентичности, они по большей части срежиссированы. Если бы нам показывали все, что происходит в реалити-шоу, это было бы крайне скучное зрелище. Именно поэтому в шоу показывают драмы, конфликты и прочие эмоционально вовлекающие ситуации, которые складываются согласно сценарию. Нередко участники реалити-шоу ведут себя вызывающе или аморально, ярко проявляют агрессию. В реальной жизни подобное поведение приводит к негативным последствиям, таким как потеря социальных связей, одиночество или завоевание плохой репутации. В этом смысле просмотр реалити-шоу помогает на время отключить у себя чувство морали, при этом не совершая никаких реальных действий во внешнем мире. После опыта переживания в телешоу могут возникнуть проблемы с доверием. Так как люди вокруг, по сути его обманывали, притворяясь жителями Сихейвена, в реальном мире Трумэн может относиться к незнакомым людям с недоверием. Конечно, выйдя из-под купола передачи, Трумэн не будет ожидать, что люди вокруг снимаются в шоу и ведут себя согласно сценарию. Плюс к этому Трумэн может ощущать потерю личной идентичности, так как ему ранее была присвоена ложная роль, а теперь он должен найти свое место в реальном мире и определиться со своей истинной личностью. Можно с уверенностью сказать, что даже на фоне травматичного опыта Трумэн останется жизнерадостным. Несмотря на трудности, через которые Трумэн уже прошел и трудности, которые ему предстоят, он добился своей цели. Ему все равно удалось превзойти себя, побороть свои страхи и вырваться из шоу. Как же Трумэну это удалось и что именно ему помогло? Преодолеть трудности и страхи Трумэну помогла сила воли. Но как именно она сработала и почему проявила всю свою мощь именно сейчас? В случае Трумэна у него только одна цель – отправиться в путешествие. Поэтому ему проще сфокусировать всю свою силу воли на одном желаемом результате. В других исследованиях было доказано, что сила воли вырабатывается через преодоление достижения более простых целей. Когда на простых задачах сила воли натренирована достаточно, у человека проявляются силы для достижения большой цели. В эксперименте Роя Баумейстера испытуемых попросили ничего не есть перед опытом, а затем разделили их на две группы. Одной группе испытуемых предложили перекусить шоколадом, второй группе шоколад не предложили, но показали. Испытуемые из второй группы не решились есть шоколад без соответствующего разрешения. На следующем этапе эксперимента испытуемым предлагалось решить нерешаемую задачу. Первая группа пыталась осилить задачу в течение 20 минут. Вторая группа, которая воздерживалась от употребления шоколада, сдалась в два раза быстрее. Этот эксперимент показывает, что сила воли имеет свой лимит, поэтому ее не стоит перенапрягать и требовать от себя слишком многого. Но регулярные тренировки и фокус на конкретной цели способствуют ее выработке. Именно это и произошло с Трумэном. Трумэн все меньше верил своему окружению, все больше самому себе. И так, благодаря таким тренировкам, его сила воли окрепла. Несмотря на то, что все приемы психологического давления, будь то обесценивания, фобии и другие, были направлены на подавление силы воли Трумэна, в его случае они только помогли ему продвинуться вперед. Эмпирическим путем он понял, что если он делает что-то предсказуемое, то внешние силы его останавливают. Тогда он решает сделать то, что никто от него не ожидает. И таким образом ему удается хоть и ненадолго, но вырваться из города. В удачном побеге сыграл роль еще один немаловажный фактор. Трумэн узнал, что его отец жив. Это сняло с Трумэна навязанное чувство вины за его смерть. Мы желали Трумэну свободы, и он ее получил. Трумэн шагает вперед навстречу пугающей, но притягательной неизвестности. Фильм заканчивается, но жизнь Трумэна за пределами шоу продолжается. Это мгновение является точкой поворота в его жизни, открывая дверь в реальный мир, который он никогда прежде не видел. Также опыт нахождения в телешоу и освобождение из него помогло понять важную вещь. Во многом окружение Трумэна состояло из людей, которым он был удобен. Удобным человеком приятно пользоваться. Он всегда отзывчив, внешне дружелюбен. На него можно положиться, ведь он не может сказать нет. Он ставит интересы чужих людей на первое место, а свои на последнее. Удобность Трумэна ярко проявлялась в отношении с женой. Он много раз делал то, что хотела она, а свои желания он игнорировал. Снимай-то мукрую одежду. Но как только он начал ставить собственные потребности на первое место, он тут же стал неудобным для жены, и она отказалась принимать участие в шоу. Господи, слава Богу! Я не могу так работать. Трумэн и с окружающим миром стал вести себя по-другому. Иными словами, перестал быть удобным. Если раньше он спокойно принимал на веру то, что слышал по радио, только что пришло сообщение о звездопаде детали стерпящего бедствия самолёта, пролетевшего над Зинхейвеном буквально пару минут назад, то после того, как он поставил собственные потребности на первое место, он начал подвергать сомнению то, что слышал и видел. Едет на запад по стёрту. Приготовились? Прибудет через полторы минуты. Статисты на старт. Сворачивают на Ланкастерсклер. В этом эпизоде Трумэн понял, что кто-то за ним следит. После якобы технической неполадки, Трумэну снова предложили кажущееся логичным объяснение происходящего. Друзья, прошу извинить, ненароком попали не на ту чистоту. Полицейское, что ли, такое бывает, к глубокому сожалению. Но вот вы вновь на волне музыкальная классика, и у нас в запасе немало чудеснейших произведений. Но Трумэн не стал ему верить и решил самостоятельно разобраться в ситуации. Не быть удобным и не принимать на веру всё, что ему говорят. Действовать согласно личным, а не общественным потребностям. Это тоже стало шагом на пути к освобождению от ментальных оков. Это не значит, что нужно игнорировать тех, кто вокруг, и действовать исключительно в своих целях. В коммуникации следует найти баланс между помощью окружающим и удовлетворением собственных потребностей. Но быть неудобным важно в ситуации, когда интересы других людей превалируют над вещами и препятствуют самореализации. С этой точки зрения пример Трумэна показывает, что становясь неудобным, человек, с одной стороны, отталкивает от себя людей, которые привыкли им пользоваться, а с другой притягивает в свою жизнь новые возможности и приближается к самореализации. Прислушиваясь, в первую очередь, к самому себе, игнорируя манипуляции и уворачиваясь от атак со стороны внешнего мира, становится возможным добиться своих целей, как это сделал Трумэн. На случай, если не свидимся. Добрый день, добрый вечер и доброй ночи.